Алла Сырова керамикой занимается уже много лет, но раньше это было только хобби. Как ни странно, помогла пандемия. Она уволилась с работы и затем узнала, что служба занятости населения предлагает субсидию на открытие бизнеса. Так появилась студия керамики Аллы Сыровой. Закупила оборудование, стала производить вазы, посуду, украшения, колокольчики и так далее. К ней уже и ученики приходят. Сотрудники службы занятости будут помогать Алле на протяжении года. Нужно было написать бизнес-план. Я спрашивала об этом, как лучше это сделать, как его провести лучше, как лучше презентовать. Очень была душевная комиссия. Нам очень понравилось общаться вместе с ними. Даже во время презентации я поняла какие-то шероховатости. Вместе с Аллой такую субсидию уже получили 45 начинающих предпринимателей. 145 500 рублей – максимальное пособие по безработице за год. Если их бизнес будет работать минимум год, деньги возвращать не нужно. Перед получением субсидий каждый потенциальный предприниматель проходит тестирование. Это помогает не разбрасываться деньгами. Их дают только тем, кому они реально нужны и кто реально хочет стать бизнесменом. У нас, как правило, выносятся на защиту вот этих вот бизнес-планов те граждане, которые уже готовы к открытию своего бизнеса. Когда служба занятости уже убедилась, что у него есть и теоретические навыки, и практические навыки, и, главное, уверенность в себе, потому что психологическая составляющая в этом вопросе тоже очень важна. У предпринимательской жилки она, конечно же, должна быть. В этом году по программе распределят 4,5 миллиона рублей. Деньги можно тратить на закупку оборудования, материалов, ремонт и аренду помещений, закупку программного обеспечения. Сферы разные от изготовления ключей до ателье или крестьянско-фермерского хозяйства. Многодетная мать Алена Потапова, например, планирует открыть дело по производству сухофруктов. Сейчас она консультируется как службе занятости, так и в центре «Мой бизнес». Деньги пока не получила, но на что потратить уже знает. Морозильный ларь, блендер, дегидратор, оборудование для нарезки сухофруктов, то есть хорошая терка, сайт, создание сайта. Такие предприниматели могут сами стать работодателями. Алла Сырова в дальнейшем планирует расширяться. Говорит, нужна печь побольше и помещение попросторнее. А там можно будет и людей нанимать. Александр Быков, Валерий Шакуров. Время новостей.